Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и буквально вчера, но эта запись выйдет через день, нам показали новый геймплей от разработчиков игры Война Миров War of the Worlds аж целый час. Не знаю, сможете ли вы это вытерпеть, но мы рассмотрим максимально, постараемся, посмотрим, что же там нового. Ну чё, погнали! Три месяца ничего не было, лишь какие-то маленькие краткие факты. Погнали! Это типа заставка, наверное, нам, к входу в игру. Я так понимаю. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, сколько всего интересного и понятного. Ну-ка, стой. Перемотаем. Теперь рассмотрим этот момент. Так, новая игра. Это одиночный режим. 100% это одиночный режим, как я понимаю. Это не настройка сервера. Так, давайте посмотрим. Так, ну характер нам понятен. Стартинг параметр. Параметры, значит, смотрите, мы смогли увидеть, что здесь можно будет выбирать дизайн треножников, то есть дизайн треножника 2005 года, либо тот, который Раф сделал дополнительно, то есть дизайн треножника 2005 года из фильма будет. Так, стартовый день. День первый. И здесь можно выбирать day one before storm, то есть мы можем выбирать, когда промежуток времени, когда уже что-либо произошло. Я так понимаю. Так, время, наверное, это у нас время суток. Длительность дня. 30 минут. Максимум треножников 6. Блин. Ну, нормально, ладно. Не надо больше, не надо меньше. 6. Там и так будет вакханалия твориться. Так, продолжительность спавна триподов треножников 400. Это секунд или минут? Немножко непонятно. Ладно, пишите комментарии. Максимальный спаун также треножников. Оу, тут можно настраивать, можем ли мы уничтожать треножников даже. Ого. Либо просто хардкор можем устраивать. Ладно, хорошо, отлично. Мне это нравится. Погнали. Настройка. 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 Это тоже круто. Настройка персонажа. В принципе, достаточно всего много. Скины, лицо, настройка глаз, рта, носа, бровей, лица и вообще всего максимально. Блин, здорово. Даже женские персонажи. Вау. Посмотрите. Классно. Сколько набора одежды. Невероятно. Класс. Вот это прям, прям вообще нежданчик, честно. Ох, ну погнали. Прислушайтесь. Слышите, да, что говорят по радио? Классно, да? То есть мы заспавнились, типа, в каком-то вагончике. Рандомно, да? Где-то отдыхаем, там, не знаю, на пикнике. И тут по радио начинают вещать, типа, уважаемые радиослушатели, объявлена какая-то там чрезвычайная ситуация. У нас на подходе непонятный шторм. Погнали дальше. Слышите, да, что он говорит? Это нет, нет, нет. Не подумайте, это только не вторжение инопланетян. Но мы не знаем, что это. Образуются какие-то шаровые там молнии, удары. Переключает радио. Везде какие-то предупреждения. Опа! Вот реализация шторма. Совсем новиночка, совсем новиночка. Понеслась жара. Со звуками здесь явно нет проблем. Звучание радио вообще здесь прямо в тему. Оживляет, оживляет атмосферу в игре. Смотрите, как проходят все действия, да? Все размеренно, спокойно. Никакой ускоренности. А то бывает в игру зайдешь, и сразу начинается спам пришельцев, и сразу резня. Зачем? Нужно вжиться в роль, правильно. Нужно вжиться в роль в игре. Мне даже будет по кайфу минут 15-10 смотреть, сидеть на этот шторм. А потом, типа, я такой, блин, не понял, а что вообще происходит? Ну, мне кажется, здесь прямо оригинальный шторм, прямо из-за фильма. Помните, какие раньше были квадратные облака? Посмотрите теперь на это. Блин. Я просто кайфую от этого, честно. Просто вот прям... Ловлю прям волну. Мы, типа, такие, пошли отдыхать дальше, да? Непонятно, что. Все нормально. Было какое-то предупреждение непонятное. Посмотрите на дизайн. Посмотрите на внутренний дизайн нашего, наверное, дома на колесах, я так понимаю. Я, кажется, что-то начинаю подозревать. Чуть попозже скажу, посмотрим. Смотрите, прошло некоторое время, да? На улице становится темнее. Мы такие, типа, по кайфу сидим. Слышите, да, по радио какие звуки? Опа! А, типа, теперь мы такие выходим. А что было? Что мы слышали в радио? Бегущие НПС. Маловато народу, нету... Вот здесь нету оживленности. Народу нужно больше здесь. Все-таки мы же будем в игре, как бы, ну, не одни. Нет, ну, если это одиночка, мы будем одни, но... больше живого народа хотя бы в НПС. Даже ты стоишь в гребаной деревне, где человек 20 проживает, где они все. Тем более город, посмотрите. Оу, да! Это треножник. Да-да-да. 2005, да? Это новый, старый треножник. Фоновая музыка мне нравится абсолютно. Абсолютно нравится. Это переход на Unreal Engine 4. Это прекрасно. Модель великолепна. Он просто сочный. Он сочный. Серьезно? Это новый звук треножника? То есть, они все-таки боятся... Раф боится, что их могут наказать за оригинальные звуки. Ну... Ладно, хорошо. Отчасти в каком-то моменте он прекрасен. Ладно, продолжим, погнали. Невероятно. Смотрите на расположение, где у него, я так понимаю, двигатели, да? Вот эти сопла, выхлопы. Посмотрите, как трясется воздух от нагрева. Обратите внимание. Классно. И обратите внимание на пыль. Ну, что это со зданиями? Что это со зданиями? Почему они отлетают какими-то большими кирпичами? Вот я заметил автомобили, да... Они не отлетают теперь, как фишки. Они загораются. Они взрываются и загораются. Ну, отчасти мне нравится физика. Посмотрите только на анимацию треножника. Она просто божественная. О, да. О, да. Вы слышите эти звуки? Мне кажется, здесь бы на таком расстоянии я бы еще бы добавил, наверное, тряски камеры. Потому что, ну, прикиньте, такой треножник огромной массы просто... Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. А, вот треножник 2005 года. Простите, я перепутал тот треножник 2023. Вот он. Оригинальная модель 2005. Да, 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 простите. Система оповещения. Со светом абсолютно никаких проблем нет. Я даже не хочу обращать на это внимание. Свет здесь всегда был прекрасным. 100 фпс в игре. Обалдеть. 100 фпс в игре. Абсолютно никаких просадок. Оптимизация полностью сделана. Я, конечно, не знаю, как это будет работать, когда мы будем играть, простите, в мультиплеере. Мы можем перемещаться в разные зоны. Это хорошо. Карта большая. Слишком какое-то большое предупреждение, мне кажется, от национальной гвардии. И слишком громко. Ох, посмотрите, как он восходит, а. Посмотрите. У него явно как-то локация настроена на то, где мы будем находиться. 100%. the entire continental United States the President of the United States has been put in place in all states. так вот здесь я бы остановил наверное момент вот здесь я бы наверное остановил маленько момент ну-ка 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 немножко непонятно было но шагляр так то есть мы вышли из машины так мы крафтим мы крафтим что мы можем крафтить зачем столько фонариков ему нужно мы можем крафтить костер я так понимаю достаточно много интересных элементов появилась я смотрю камни палки не помню были ли они в прошлый раз веревки но однозначно лонг дарк на подходе но это прекрасно кто играл тот молодец тут разберется и да в общем короче говоря погнали посмотрите да видели температуру настроен мы можем согреваться возле костра визуализация воды хорошо сделано вот облик отблеск вообще прекрасный так у нас есть плащ палатка какая-то да типа или это спальный мешок сочно посмотрите да от ветра есть колебания деревьев растительности причем причем в расчет мне кажется идет даже здесь настроена как-то скорость ветра быстрее либо медленнее вау вау отчасти я тут вижу даже дух знаете какой игры форест что-то такое три в одном никогда не бывает плохо если что-то три в одном наоборот даже лучше тряски земли не хватает погода настроена даже очень хорошо мне кажется о то ли это пепел то ли снег скорее всего снег но я бы сделал такую погоду в определенных локациях допустим если ты куда-нибудь выше в горы залезаешь ух ты обвал камней фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу это что-то новое ну с природой взаимодействие колоссальное о-ху-ху-фу-фу-фу-фу то есть погода живет своей жизнью и ты не знаешь что ожидать ё-моё дикие животные А кто не говорил? А кто говорил, что они не будут заявлены? Вот так вот Не советую прятаться в лесах А если прячетесь, обязательно берите с собой оружие Мне даже прям мурашки пошли по коже, отвечаю Было бы здорово, знаете, как в Лонг Дарк Если бы животное, если максимально приближать эту игру к реализму Если бы те же волки, медведи нападали И был такой стопорной момент, как в Лонг Дарк Вам нужно вовремя взять какое-нибудь оружие Нож, топор, не знаю Чтобы дать отпор медведю И там бац, у вас начинается кровотечение Это было бы здорово Но я думаю, что они доработают обязательно потом это Внесут это Куда он едет? Кто-то писал в комментариях, что этот проект провалится Но не, ребят Он начинает свою жизнь Раф красавчик Раф красавчик Он внес уже очень много интересного и много различных изменений Я вижу это Главная оптимизация Но сейчас 54 фпс Это, скорее всего, из-за прогрузки огромного количества растительности Леса и все прочее Так в городе стабильно была сотка Очков ночного видения не хватает Было бы здорово Дерево сквозь машину Но это баг, ладно Звуки не слишком громкие, как бы Звук... Блин, я хочу оригинальных звуков Отвечаю Вот этот горн Старый его такой Матерый горн Треножника, блин Так, на секунду я вернусь На секундочку Посмотреть Что в инвентаре нового появилось или нет Так Оружие У нас пистолет Ружье Понятно Крафт Крафт В принципе, вроде все по-старому Все то же самое А мне вот интересно Вот если ты съедаешь Яблоко Либо Там пьешь без разницы Другую Любую еду Там, да Молоко, кофе Там Определенно Было бы классно Если бы показывало Сколько калорий Мы прибавляем Допустим Полный рацион Сколько составляет калорий Да И сколько калорий Мы бы прибавляли Допустим это это просто имба блин мне кажется я готов играть в эту игру вечность выживать вечно просто а треножники вроде подготавливают красную почву или мне кажется но вот когда треножник в 100 метрах от тебя начинается тряска земли это как-то резко резко так просадка до 30 фпс была когда он прям близко рядом ну оптимизация есть вспомните старые первые ролики по геймплею там максимально прям вообще все унижено но оригинальные треножники это что-то с чем-то сто процентов я буду играть с ними чтобы максимально прочувствовать атмосферу фильма летают военные красная почва даже на деревьях вау вот это классно то что вот это вот красная херня которая не выпускают да она будет на любой поверхности дерево дом не знаю трава дорога было бы классно если бы можно было находить какие-нибудь апгрейды на оружие тот же фонарь и глушитель надеюсь смена прицелов будет мне не нравится это перекрестия она как-то захватывает большое пространство мне не нравится этот крест о это что такое блин яшин я шачканул блин там какой-то челик забежал короче походу нпс либо прыг просто спал неожиданный произошел да чел я бы не стал это делать чёрт возьми я хочу аккумулятор окунуться в эту атмосферу а как же я хочу в нее окунуться куча военных военных вертолетов которые пытаются долбать этих треножников непонятно зачем ему столько фонариков это же лишний вес просто набери батареек но возьми один дополнительный фонарь да ну как бы это занимают и место в инвентаре либо сделаю где-то схрон я бы не стал бы таскать 10 фонарей с собой нет не стал бы как же четко они сделанным с треножником мне кажется проблем абсолютно нет единственный горн хотя так ладно да вообще непонятно то ли это какой-то пепел идет то ли это снег реально как-то погода меняется если это погода если это пепел от людей то это конечно клёво не понял что произошло нет это смена погоды ее надо делать там короче надо локационно как то делать а то резко снег и резко дождь как то ну не знаю мне не нравится как резко нагибаются деревья вот сейчас ветра даже не ощущается совсем звучание хорошее фоновая музыка отлично в тему типа в тему да ну типа в тему я бы сказал переохлаждение что-то я не вижу переохлаждение у него есть или нет вот это кайф вот это безумно может я конечно слишком придирчив но здесь бы когда летят ракеты от вертолета да я бы сделал бы так чтобы оставался след дыма небольшой но это максимально было бы реалистично мне кажется но между тем чел прожил два дня не рав красавчик все равно определен красавчик я отвечаю я бы прям с огромным удовольствием стал бы патреоном но к сожалению не могу по некоторой ситуации это яберный это это атом да это атомный взрыв помните да мне кажется это он если сейчас приходит вообще прям будет точно о да это это эх если бы сейчас был бы удар будут этот всплеск выбитые окна нас немножко откинуло бы мы упали это было бы прям звуковой волной потом идет ударная волна ох 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 энписи не хватает я не знаю почему нету npr может быть хотя на время теста на время теста до них отключили просто я думаю что скорее всего да чтобы показать нам определенно другие моменты которые мы сегодня наблюдаем того пробежал пробежал только вспомнил короче еще один может быть они просто прячутся реально ну там еще я одного видел ведется захват цели прячься они наступают на деревья деревья ломаются это классно до mpc достаточно я так смотрю немножко прокачивание стали смотрите челик даже бежит со снаряжением это а вот это вот уже наверно знаете это уже они нпс это даже скорее всего уже мультиплеер где просто игроки все сидят может быть кстати хотя тот челе который пробегал и крикнул типа бегите а это писи явным писи так красная почва в деле она нас не убивает вот сейчас идет трата хп трата хп по моему мне кажется нет слева она нас убивает постепенно то есть не советую по ней ходить это уже куда сложнее это намного сложнее но с лутом проблем нет я смотрю начиная блин от банки кола заканчивая там не знаю полным и рп каким-нибудь эти горды можно услышать наверное за 100 километров находясь я думаю немножко мыльная картинка какая-то мне кажется да вот во время дождя мыльца какая-то как будто мы смотрим сквозь стекло на котором вода я даже немножко эту самую очканул сам когда он повернулся сюда типа спалил вас я представляю что я уже в игре блин отвечая прям а уже прям это прям вот атмосферу эту чую блин я готов пересмотреть это ищу 100 раз а захват анти ой так это чтобы это кто там был блин у нас разведчики будут интересно они щупальца будут разведывать разведывательные сюда в дом куда-нибудь пихать пускать засовывать полное полное уничтожение по моему пошло мне нравится как вот вот эти всплески огня искры разлетаются и начинает полыхать все что находится рядом куда огонь попал ну да конечно я уже определил минусы и плюсы естественно самый хороший плюс то что оптимизация она есть вроде бы это хорошо переход на новый движок все что я говорил в прошлом ролике тоже есть вроде бы те минусы да кто смотрел тот молодец конечно есть над чем стараться рафу есть но я думаю что я все озвучил уже ранее немножко подкорректировать некоторые моменты и и вот это прикольно то что смотрите у нас короче будут автомобили до ломаться и нам нужно будет находить запчасти топлива только на каких-нибудь заправках мне не нравится . вот это вот видите да вот эта точка в центре зачем она нужна непонятно когда ты ведешь автомобиль зачем ты сам должен чувствовать центр экрана звуки немножко не настроены мы едем по асфальту звук такой как будто мы едем где-нибудь я не знаю по грунтовой дороге немножко нет немножко не то ладно хорошо это все мелочь на самом деле это все мелочи это все корректируется достаточно быстро при хорошем желании возможности я скажу так что игра сделана уже на 90 процентов короче говоря 90 процентов и можно до скоро я думаю будет релиз какой-нибудь небольшой мы скоро наверно увидим ее уже в стиме и будет предзаказ посмотрите раз два три четыре пять шесть максимальная максимальное количество треножников и они все идут в какую-то я не знаю зону кто-то сравнивал эту игру знаете типом и по вот по графике по физике там она сделана там как игрушка как они там 2010 года и ребят это игра первая в своем жанре она будет дорабатываться вот скажите мне кто еще из разработчиков 11 совсем там малая команда сделал игру вот наподобие такой война миров именно конкретно вот известный жанр да вот кто вот покажите мне вот хоть кто-нибудь вот напишите в комментариях я уверен что нет такого здесь наложить пару штрихов дальше дорабатывать не бросайте этого игра будет однозначно топовая просто тем более мультик и одиночка это прекрас мультиплеер я чувствую вообще там жесткий будет как там народ будет выживать я хрен его знает то мне кажется будет каждый первый 2 долбать каждый 1 1 долбать да да и 2 2 блин в одиночном режиме чё прикольно можно будет поучиться определенно взять первые навыки так стой-стой-стой-стой-стой-стой вот здесь даже карта 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 мы можем даже точки задавать куда можно отправляться есть приближение отдаление маркер можно я говорю да это классно маркеры можно ставить класс 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 есть где есть другие игроки даже кто может с тобой в команде быть правильно я понимаю или нет ну ладно а если и увеличить насколько она будет громадно это и и и и и и и а вот сейчас мне кажется знаете чем приходит немножко потихоньку габелла треножником птицы начинают над ними кружиться но настройка скинов одежды и прочее она также будет в мультиплеере сто процентов вначале это наверное был все таки одиночный я думаю режим не знаю нужно какие-то тут задания я думаю нет это survive оживили умри выполнять какие-то квесты вообще ни к чему абсолютно я думаю что у рафа не должно быть проблем с этими треножниками почему-то я так уверен хотя если игра стартанет так что там будет просто сотни тысяч игроков а то и миллион тираж игры разойдется будет шумиха или летящая одежда кстати посмотрите да уничтожает людей и летит одежда как фильме помните кайф вон там наверху вон там блин я отвечаю я прямо даже вот на трех моментах до пока мы смотрим я прям ощутил как будто я так Реальном Дернулся даже Нас заметили? Такая какая-то максимально тревожная музыка Заиграла непонятным Да, вот здесь 70 форпиас Оригинальная музыка из фильма, кстати Видели, когда трипод Обследовал город Это невероятно Это жесть какая-то Он начинает просто жечь сразу Начинает выжигать Попался Попался малый Они просто выжигают здание Где люди находятся Посмотрите, у них, кстати В этих, в клетках люди были О, вот это классно Они стреляют по вертолетам Мне кажется, я такой первый раз увидел Обычно вертолеты, самолеты военные Летают им По барабану просто это Да, фпс жалко При такой бакханалии до 40 опускаются Они стреляют сквозь дома Определенно, я понял Удак Интересно А геймплей за треножника Погнали новая система анимации полностью взяты из фильма да 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 я вижу 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 это максимально приближена то есть посмотрите а нет никакого рассинхрона абсолютно ног и туловище абсолютно никакого рассинхрона единственный минус который я заметил звук топота шагов не совпадает его движениями по земле а я бы таких скриншотов наделал это нечто повороты просто-просто имбовые блин он как живой к он как реально просто ходит живой прям настоящий как будто он здесь я его вижу за окном это просто имба модели просто на высоте сколько же они вложили туда труда я не это сколько времени я прям нет я не знаю короче о да 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 помните момент из фильма да тут бы я бы даже сказал забери меня да начнется жесть по управлению я думаю ничего не стоит объяснять все в принципе так понятно но мне кажется здесь особо ничего не поменялось посмотрите он приближается к медведю посмотрите он думает кто это блин это мишка косолапый отстань от него но понятно это уже финальный этап смерти самих треножников расшатывается модель уничтожение на уничтожение треножников угасают угасают их силы угасают свет в их сердцах я бы хотел бы конечно выразиться но я так не скажу у этих пришельцев нету его нету не жалости мне любви ничего ну вот такой вот интересный часовой аж часовой геймплей новые новые я так и знал что он будет именно в этом месяце это прекрасно треножники просто на высоте я думаю все что я сказал в ролике кто смотрел молодец обязательно пересмотрите мои мысли абсолютно не меняются есть над чем стремиться абсолютно есть но он игра на 90 процентов она уже сделала да она сделала посмотрите команда раз два три 4 5 из пяти человек грубо говоря концепт-арт ну в принципе и саундтреки но человек разработал это совсем небольшая команда для такой игры так что я наверное надеюсь что совсем скоро совсем скоро мы увидим очередные какие-то новости в дискорде обязательно будет какой-то пост сто процентов будет анонс и будет наверное уже обозначена дата выхода дата выхода наверно в стиме я думаю скорее всего на ну чё палец вверх подписка на канал короче следим за развитием за проектом игры ну и от себя лично до выражаю огромную благодарность тем кто помогает развиваться этому проекту все пока до новых встреч пока пока